Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня в редакцию нашего стайта пришел Олег Викторович Тарабукин. Это бывший военный, но сейчас можно, к сожалению, сказать бывший предприниматель. Все верно. Потому что его бизнес угробили. И, собственно, поводом к нашему разговору послужил нашумевший случай, который сейчас активно обсуждается во всех СМИ брянских. Это о том, что Следственный комитет опубликовал на своем сайте о том, что сотрудниками ФСБ задержан начальник городского управления ветеринарии Исаева Халина Алексеевна. И она признала свою вину в попытке дачи взятки. Да, и вот первый вопрос, знаете ли вы, о ком идет речь? И второй вопрос, вот то, что с ней случилось, на ваш взгляд, это случайность или это закономерность? Ну, я ее знаю около 22 лет. Вот, всегда сталкивались с ней по работе. И то, что с ней случилось, это закономерно. Это закономерно. И мне даже удивительно, что это случилось так поздно. То есть, какие-то слухи, какое-то что-то, какие-то намеки? Ну, конечно, конечно. То есть, очень много слухов, очень много все предприниматели и Володарского, и Советского, и Бежицкого, и другие, значит, те колбасные цеха. Все имели претензии или все были недовольны стилем ее работы. О чем молчали столько времени? Вот мне, в принципе, присылало несколько человек, ну, как бы анонимные какие-то вещи. Да, кстати, и мы с вами, вот мы с вами, мы пострадали, лично я и лично вы. Я считаю, что это под ее эгидой или под ее чутким вот таким руководством. Я выскажу свою точку зрения. Когда начались проверки внеплановые моей деятельности, то напрямую она должна была проводить эти все проверки. Но каким-то неведомым способом ко мне пришли областное управление. Я еще тогда удивился, почему не министерство, а то есть облвет управления. Город должен был меня проверять. У вас же с ними договор был, да? Да, у меня с ними был договор. Официальный? Каждый месяц мы им платили деньги, чтобы где-то около двух с половиной тысяч. Но это было на протяжении 20 лет, и вы посчитайте, если каждый предприниматель столько ему вот это все оплачивает. Ну, это вот речь об официальных платежах. Да, 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 да. Ну, опять же, ваше мнение, что вы допускаете, что, ну, в принципе, как предыдущий начальник областного ветуправления, он отсидел уже, получал, значит, там был срок 5 лет строгого режима и 2 миллиона рублей за взятку в особо крупных размерах. То есть по решению суда он за, скажем, вознаграждение, там фигурировала взятка 200 тысяч рублей, он закрывал глаза на зараженное мясо и как бы давал документы, что оно как бы, значит, соответствует всем требованиям. Значит, в принципе, вы допускаете ситуацию, что, в общем, те, кто пришел к нему на смену, они могли что-то подумать. Конечно же, допускаю. Они все продолжают его... Ну, опять же, что продолжают, мы не можем утверждать, по вашему мнению. Да, это по моему, ну, глубокому мнению или убеждению там и так далее. Смотрите, ведь за что была дана взятка? Взятка была дана за то, чтобы материалы проверки прокуратуры по антикоррупционному законодательству не пошли дальше. То есть, оказывается... Ну, и что-то нашли там, правильно? Да, оказывается, что-то нашли и нашли так серьезное, что надо возбуждать, может быть, несколько уголовных дел. Раз есть там нарушения, значит, это как минимум грозит увольнением, а как максимум, то есть, по результатам той проверки уголовного дела и по результатам взятки. Давайте пока уточним, чтобы нам не было претензий, что это наше сейчас предположение, ну, а подождем, как сработают правоохранительные органы. Теперь у меня такой еще вопрос. А там, насколько можно судить вот из открытых источников, и городское управление, и областное, оно в одном месте расположено. И, как бы, в принципе, тогда, ну, очень, на мой взгляд, слаженно действовали и обе инстанции, и вы начальника областного знаете? Ну, с начальником областного управления мы познакомились вместе с вами. К сожалению, я его не знаю, но с высоты своих прожитых лет видно, что человек, он такой вот, немного подневольный. И я знаю, что Галина Алексеевна, наверное, значит, ну, имела... Ну, могла, имела влияние на него, да, имела, имела влияние на него, ну, может быть, из-за того, что она отработала все время в городе, а он пришел откуда-то с области, там, и так далее. То есть, несмотря на то, что он больше подложил... То есть, женское влияние, женское влияние, я считаю, что могло быть, но это же опять мое только личное мнение. Вот. И если уж начались проверки, то, конечно, бы хорошо, чтобы органы следствия опросили бы всех ее подчиненных, не только в управление, а опросили бы... Ну, опять же, если накопали некую коррупционную составляющую в ее деятельности, как мы можем предположить, по данным следственного управления, следственного комитета, то, ну, как я лично вот не верю, что ближайшее там ее окружение и вышестоящее ее начальство, они вот как бы не в курсе и ничего не видели, ничего не знали. Ну, вот вряд ли ж такое может быть, правильно? Ну, правильно, да. Тем более, что работают они в одном здании, только разные этажи, и пересекаются они каждый день. И плюс обязанности знают все, допустим, слабые места. Тот же Шлык, начальник областного управления, он должен это все знать. И по результатам проверки там и так далее, то есть, может быть, и на него стоит более пристальней взглянуть. Да, и, кстати, давайте еще мы вот по вашей истории уточним, что на сайте арбитражного суда Брянской области, значит, 8 дел всего, значит, связанных вот с этим случаем. Значит, в четырех случаях это на вас составляли документы, в ИСОМ выступал областное, значит, ветуправление. А дальше вы уже, когда вы выиграли и отбили все их претензии, выяснилось, что все, во-первых, ну, и я про это писал, выяснилось, что для того, чтобы получить разрешение прокуратуры санкцию на проверку, они в прокуратуру подали фиктивные данные о жалобе человека, которого не существует и человека, которого якобы, который пострадал, который, ну, нет там на его адресу детский садик. И надо здесь отметить о том, что санкцию на вот это вот беззаконие дал заместитель Брянского облпрокурора, заместитель. Ну, то есть, они обманули зампрокурора. То есть, то ведомство, которое должно по указанию Путина оберегать предприниматели, они дают санкцию по анонимке, чтобы этого человека съели. Я четыре суда выиграл. Вот, вы не поверите, четыре суда у государства, это областной вед управления, гор вед управления, Брянская таможня и Брянская транспортная прокуратура. Вот в них работают более ста юристов, и я один. Вот наши государства, вот чем они занимаются, вот за что они получают деньги, понимаете как? Нет, ну, документы эти на сайте областного суда доступны, каждый может посмотреть все документы. Сейчас проходит пятое и шестое судебные заседания, это по поводу возмещения мне материальных убытков. Убытков, ведь та же Галина Николаевна изъяла у меня, значит, товара на 200 тысяч, дальше наложили арест. До суда это все не дошло. До суда дошло на 40 килограмм импортного сыра меньше, то есть, а 40 килограмм импортного сыра, это порядка 80 тысяч рублей, понимаете? Разворовали. Я об этом и в суде заявлял. Ну, опять же, мы не можем утверждать, что они его своровали. Значит, мы же, может быть, съели у них... Если арест-то был ими наложен, значит, они должны нести ответственность. Ну, скажем, мы откажемся от слова «разворовали», мы скажем, они не обеспечили должных условий хранилия, и куда-то он то ли усох, то ли мыши его съели... То ли мыши съели, то ли сами съели они, то ли еще кто-то, то ли вот эти вот охранники, но все было опечатано там и так далее. Вот. Ну, и давайте так сейчас, ну, чтобы не затягивать, у нас уже время идет, уже больше 10 минут, длинные видео никто не смотрит. Мы сейчас ограничимся на этом. Я думаю, что мы сейчас не в первый, ну, как бы и не в первый, и не в последний раз встретимся, по мере того, как мы будем следить за этим делом. А давайте мы вместе с вами попросим предпринимателей, тех, кто вообще пострадал, возможно, или в курсе дела. Наверняка страдали многие, но вот бороться пошли только вы, в принципе, ну, и я с вами частично. Вот. И, в общем-то, потом все со стороны смотрели, говорили, вот их там, значит, их прессуют, а как бы, вот, себе дороже. Давайте мы попросим, во-первых, всех предпринимателей подавать жалобы в правоохранительные органы. Писать свои комментарии. Писать свои комментарии под этим видео. И если они что-то знают, действительно, не стесняться это публиковать, могут мне присылать эту информацию. Правильно. Надо наводить порядок. Николай, вор должен сидеть в тюрьме. Ну, взяточник тоже, скажем. А потому, да, что вы сказали, и один в поле воин. Это тоже очень и очень правильная поговорка. И вот, допустим, ну, есть, вот как вы вчера говорили, или ранее вы говорили, есть народная мудрость, да, какая-то азиатская. Хорошо наблюдать, когда... Нет, но если ты правильно себя ведешь, то ты можешь сидеть на берегу реки, и ты рано или поздно увидишь, как мимо будут... Проплывать трупы. Врагов, да. Это дзенская мудрость давняя. Но, во всяком случае, я все равно призываю всех там, ну, как бы отстаивать свои права. И не стесняйтесь обращаться в правоохранительные органы и придавать это огласки через СМИ, через блогеров. Ну, я почему-то уверен, что будут комментарии, может быть, очень даже много. Пусть даже пишут, если кто-то еще боится, пусть даже пишут под, ну, вымышленным именем. Нет, ну, я против того, чтобы были какие-то анонимки там. Ну, отчего заместитель Брянского облпрокурора по анонимке дал им уничтожить меня. У меня отняли бизнес, у меня отняли хлеб. Я опекун, я с тремя детьми, понимаете как? А они мне отвечают, что мы имели право. Вот так у нас вот. Вот так. И куда идут эти деньги у отнятого у меня бизнеса, я примерно знаю. Вот. И что еще хотелось бы ответить? Слушал, наверное, года полтора-два назад нашего главу администрации области Бахамаза, когда он сказал, приходите ко мне, если вы знаете о коррупции. Так вот, я и к нему бился, я бился и к Макарову. Вот именно по вот случившемуся вопросу. Потому что у меня были данные, у меня были данные, но я к ним не пробился, несмотря на то, что был там и на КПП, и писал, и запросы, и в личной беседе, даже при встрече с Макаровым, а это его подчиненное. Ну хорошо, давайте на этой оптимистичной ноте подведем черту, еще раз попросим и органы власти обратить внимание на эту ситуацию, и выполнить то, что они неоднократно говорили с высоких трибун, что нет коррупции, все, кто коррумпирован, должны за это понести ответственность. Органы ФСБ, вот, я им выражаю огромную благодарность. Вот это вот настоящие профессионалы, которые, несмотря на чины, должности, там, звания, очень четко делают свою работу. Спасибо вам, ребята. Хорошо, всего доброго. Всего доброго. Продолжение следует...